Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер и мы с вами начинаем смотреть прогноз для всех знаков зодиака в период с 9 по 15 марта 2020 года Работать я буду сегодня с двумя колодами Первая это Таро Травника и вспомогательная колода у нас Ленорман в Личный Путь Итак, традиционно будем начинать с вами с Овнов Напоминаю вам, что расклад является общим Он не может однозначно проиграться у каждого из вас Возьмите на заметку Потому что знаки зодиака у вас могут быть одни Допустим, это Овен, да? Но асценденты у всех разные Поэтому в большей степени воспринимайте данные расклады как пищу для ума, для подстраховки Итак, начинаем с вами смотреть Овны, что у вас ожидает в рамках Тарни? Позитив недели Негатив недели И совет от КА Так, ну давайте смотреть, что же у вас здесь на повестке дня Значит, могу сказать однозначно Сложится такая непростая ситуация Почему? Потому что здесь у вас будут какие-то противодействия Противодействия с кем? С конкурентами С членами семьи Или же в целом, как показывают эти карты Это, знаете, желание отстоять свои интересы У кого-то, может быть, даже на повестке дня Это как желание закрыться Побыть одному или одной Поразмыслить о каких-то своих планах Целях, начинаниях Кто-то, может быть, вкладывать и инвестировать в какой-то проект Либо вы будете ждать здесь плодов своего труда То есть, знаете, как идет какая-то плановая подготовка к чему-либо То есть, здесь четко идет желание, как выстоять Обойти конкурентов Придумать какие-то новые навыки Допустим, в плане работы В плане бизнеса В плане отношений То есть, как вдохнуть новую жизнь В ваше начинание Теперь, если мы с вами будем смотреть относительно личной жизни Что я здесь могу сказать Для тех, кто свободен Так и останетесь в рамках этой недели В периоде ожидания Будь переосмысливать Прошлый опыт Текущее положение вещей И вообще, в принципе, осознание Понимания, какого формата отношения вам нужны К чему вам готовиться Куда стремиться Если же у вас нестабильные К челеобразные отношения То это, знаете, как борьба с соперником Или соперницей Но могу вам сказать Здесь однозначно Вы займете какую-то Выжидательную позицию Из серии Уйди, я обиделась То есть, закройте здесь На какой-то период И будете выжидать Каких-то действий Со стороны партнера Либо партнерши Если мы будем рассматривать С вами семейные связи То Карты здесь говорят о том Что Вы можете отстаивать Свои интересы Перед партнером Либо партнершей Желание настоять на своем Особенно это Если касается Каких-то крупных Финансовых трат Либо финансовых вложений Потому что Деньги даются непросто И знаете Здесь желание Очень сильное Построить какой-то Финансовый тыл И приумножить Свои блага Если Аркады Будем смотреть С вами Относительно Работы И вы на текущий момент Пенсионер Это Момент В ожидании То есть Поднимут ли вам Пенсию Пересчитают ли вам Пенсию Либо какие-то Субсидии Если вы в статусе Соискателя Могу сказать У вас будет Очень большая Конкуренция Вам действительно Нужно будет Показать Себя С лучшей стороны Но в рамках Этой недели Вы еще не получите Утвердительного Ответа Относительно Ваши вопросы Получите ли вы Желаемую Вакансию Или нет Если вы в статусе Наемного работника То это Какие-то могут быть Споры Конфликты Неурядицы На работе Либо Знаете Как На вас могут Навалить Все и сразу Вы будете Знаете Как занимать Выжидательную позицию Когда же Там уже Выйдут На работу Сотрудники Которые Либо в отпусках Либо на больничном Потому что Здесь На фоне Тому что Много на вас Навалилось Будет Скатываются Какие-то Стрессовые Ситуации Ну а Если у вас Свой собственный Бизнес То это Да Это Какие-то У вас Здесь Предпочтения Во что-то Вложиться Дабы Обойти Конкурентов Но тут Именно Вопрос Инвестиций Либо Вопрос Расширения Либо Предложения Нового Спектра Услуг Если Посмотреть С позиции Здоровья То это Борьба С легкими Распиратурными Заболеваниями Повторюсь Легкими Нетяжелыми И укрепление Иммунитета У кого-то Кстати Здесь Могут быть Эти Внутри Воспалительные Процессы Но в большей Степени Это может Касаться Гаймаровых Пазух Что у вас Здесь В негативе Давайте Посмотрим В негативе Переживание Внутреннее Очень сильное Все ли вы успеете Все ли вам удастся Существить Страх И вы знаете Как боязнь Не успеть Что как Жизнь ваша Не то чтобы Как заканчивается А вот время Утекает Как вот эти Вот зернышки Граната И вы можете Не успеть Добиться Каких-то Результатов Что здесь Еще Ведет По связке Карт Ну это Вот попытки Объять необъятное Потому что Здесь Действительно Будет очень Напряженная Неделя В плане Работы И могу Сказать так К концу Недели Изрядно Здесь Поизмотаетесь Потому что Здесь Хочется Знаете Как отдыха Покой Тишины Кстати У кого-то Может быть Здесь На лоне Природы И еще Такой момент Смотрите Постарайтесь Не Переутомляться Точнее Потому что По связке Этих Арканов Из-за Физического Переутомления Кто-то Может уйти На больничный Но это Может Знаете Как скачки Давления У кого-то Сказаться Либо Обострение Хронических Заболеваний Поэтому Как говорят Арканы Не рвите Душу Сейчас Это Не актуально Так Ну давайте С вами Посмотрим Относительно Совета Относительно Совета Да Это Ваши попытки Объять Необъятное Да И там И здесь Но Как говорят Карты Делайте Это Сумо Почему Потому что Здесь Для вас Крайне важно Восстановление Вы еще не вошли Эффективно В рабочее русло У кого-то После праздников У кого-то В целом Особенно Если вы были В отпуске Либо после болезни То есть Чтобы у вас Ситуация Не вернулась На круги Своя То есть Речь идет Именно об этом Ну давайте Смотреть Что же У вас Здесь В плане Неожиданности На этой Недели Ну вот видите Работа Работа И еще раз Работа Якорь Букеты Карта Ключа Найти Поиск Ключевых Решений Как облегчить Себе Труд Либо Как Армонизировать Отношения С коллегами Либо Руководством Либо Как Получить Новый Проект Либо Может быть Вложиться В новое Дело В новый Проект То есть Тут Арканы Говорят Конкретно О ситуации Продвижения По карьерной Лестнице Либо Попытки Каким-то Образом Заработать Лишнюю Копейку Либо Раскрутить Руководство На увеличение Вашей Заработной Платы Но могу Сказать Так Несмотря На все Эти Перепетии Как Показывал Арканы Вы найдете Выход Из этой Ситуации Каким Образом Это уже Другой Момент Но могу Сказать Так По связке Карты Вы будете Этим Довольны Вот такая Неделька У нас Уловнов Мы с вами Будем Переходить К тельцам Посмотрим Что здесь Будет У тельцов Так Так Позитив Недели Негатив Недели И совет К тельцам Что могу Сказать Ну Тельцы Вы Как Всегда В своем Репертуаре Потому Что По связке Карт Это Успеть Всю Сразу Это Попытки Знаете Как Разорваться Между Работой Личной Жизнью Либо Какими Начинаниями То есть Успеть Все Потому Что У вас Основная Задача В рамках Этой Недели Это Лавировать Лавировать Между Несколькими Проектами Либо Между Работой Личной Жизнью Либо Работой Хобби Но Единственное Что Смотрите Не Переутомляйтесь Потому Что Карта Могут Указывать Либо На Больничный Либо У кого Отпуск Но Вместе С тем Знаете Как Говорят Арканы Чтобы Вы Сами Себе Не Наломали Дров Если Данную Связку Арканов Мы будем Смотреть Относительно Вопросов Личной Жизни И Вы На Текущий Момент Свободны То Для Вас Закрытая Ситуация Вам Не Актуальна У вас На Повестке Дня Вопросов Восстановления Эмоционального Физического И Умиротворения Личная Жизнь В рамках Этой Недели Пройдет Мимо Если У вас Нестабильные Качелеобразные Отношения Львовны Треугольники И так далее То Арканы Говорят о том Что Ну Надоела Вам Такая Позиция И Вы Будете Остро Ставить Вопрос Отличить Отношения На Время Чтобы Во-первых Вы Могли Принять Какое-то Знаковое Решение И Возможно Ваш Партнер Либо Партнерша Определились В своем Выборе То С кем Им Быть Если У вас Стабильные Семейные Связи То Ситуацию Так То Здесь Жизнь Полная Чаша Полная Закромов Рады Жизни Удовлетворения Жизни Единственное Что Говорят Здесь Карты Это Как Перераспределение Обязанностей Потому Что Если Это Будет Тянуть Один Человек Вы Физически Не Сможете Этого Выполнить Поэтому Вот Здесь Как У нас Падает И Двойка Земли И Двойка Воздуха И Четверка Мечей Для того Чтобы У вас Все Пошло Ровно И Благополучно Если Арканы С вами Будем Смотреть Относительно Вопросов Работы Вы На Текущий Момент Пенсионер То Могу Сказать Так Здесь Искать Дополнительный Источник Дохода Потому Что Эти Двойки Они Всегда Говорят О Вопросах Лавирования Возможность Получить Деньги Где-то Еще Купить Перепродать У нас Пенсионеры Поможет И Вот Здесь Да Может Быть Какой-то Дополнительный Источник Дохода Не На Постоянной Основе Потому Что Четверка Мечей Указывает Что Это По Суде Не Имеет Развитие Но Тем Не Менее По Десятке Кубков Заробок Который Вас Порадует Если У Вас В Рамках Этой Недели Вы В статусе Соискателя И И И Ищите Себе Работу Могу Сказать Так Что По Ряду Причин Вы В Принципе Отложите Походы По Собеседованию Не Знаю Может Быть Опуск Либо Там Вопросы Больничного Но Потому Что Здесь Как Говорит О том Что Как Для Вас Ситуация На Текущий Момент Закрыта Если Вы Наемный Работник Это Попытки Совместить Несколько Должностей Либо Несколько Обязанностей Или Подогнать Свою Работу Чью-то Еще Как Вариант Перед Отпуском Либо Вы Можете Уйти Здесь На Больничный Из-за Чего Потому Что На Себя Навалили Слишком Много Обязательств Что Здесь Еще Если У Вас Собственный Бизнес Это Попытки Делегировать Свои Обязанности Кому Либо Потому Что На Текущий Момент Либо Устали Либо Не Тянете Либо Не Справляете Если Хотите Немножко Отдохнуть И Восстановиться И Вообще Сами Арканы В плане Здоровья Они Предполагают Сделать Вам Акцент На Зрение И На Вопросы Надпочечников Если У вас Это Беспокоит Вы Знаете Что Есть В Этам Проблема То Желательно Здесь Привести Обследование И Лечение Что У Здесь В Негативе Так Давайте Смотреть Что У вас Здесь На Повестке Дня На Повестке Дня Арканы Которые Указывают В первую Очередь Либо На Поиск Необходимого Врача Либо Специалиста По Тем Либо Иным Вопросам Либо Здесь Могут Быть Какие Конфликт Вспышки С Руководством Выяснение Взаимоотношений Кстати Это Тоже Может С Врачом Или Что Здесь Еще Вот По Связке Карт Смотрите Это Либо Отложенные Поездки На Обучение Либо Связанные С Обучением Либо Конфликты С Педагогом Или Преподавателем Здесь И Это Может Быть Накал Страстей Либо В целом Какие Знаете Как Отложенные Сроки В плане Обучения Курсов Семинаров Вебинаров Все Что С Еще Такой Момент Какие Это Могут Быть Перипетии Связанные С Вопросами Бракосочетания Либо У кого То Венчание Как Отложенные Сроки То Что Здесь Идет По Связке Карт Ну Или У кого Это Может На повестке Дня Проиграется В большей Степени Для Женщин Как Появление Товарища Знаете Который Может Вам Задурманить Голову Пустыми Обещаниями Поэтому Особо Здесь Не Ведитесь Потому Что Человек Здесь Очень Тонкий Манипулятор И Соответственно Знаете Как Понимает О чем Поет Но Вам От этого Будет Ни Холодно Ни Жарко То Знаете Берите В корень Почему Потому Что Здесь Либо Неверно Поставлен Диагноз Либо В принципе Скрытая Ситуация Еще Знаете Такой Вот Момент Поскольку Семерка Меч Если Вы помните У нас Карта Предательства То В плане Эвкалипта У него Есть Такое Свойство Раньше Его Использовали В написании Как бы Тайных Рецептов Потому Что Сок Который Брали С Другими Травами Которым Потом Писали Исчезал И Появлялся На бумаге При прогревании Листов То есть Знаете Как Вопрос Здесь Или Обмана Или Скрытой Ситуацией Поэтому Повторюсь Здесь Вам Необходимо Если Это Вопросы Заболевания Проверять Перепроверять Если Это Вопросы Отношений Как бы Не доверять Да Прогрели Вашего Товарища Ну Либо Партнершу Как бы На прочность Посмотреть Что На самом Деле Человек Здесь Несет Такие Скрытые Матери Ну Давайте Смотреть Дальше Что У вас В плане Неожиданности В письмо Женщина Лилия То есть Либо Женщина Будет В рамках Недели Здесь Заниматься Бумагами Оформлением Переоформлением Либо Как-то Получить Любовное Письмо Потому что Карта Лилия На Дне Голодой Звезды Это Для вас Какое-то Неожиданное Известие Либо Если Смотрит Меня Мужчина Это Желание Написать Женщине Либо Объявиться Либо Каким-то Образом Проявиться В ее жизни Солнце Тучи Карта Плетки Плюс Видите Здесь Как А добра Добра Не ищут Потому что По связке Арканов Это Какие-то Конфликтные Ситуации Накал Страстей Для вас Все завершится Благополучно На это Указывает Карта Букет Единственное Солнце Тучи Карта Плетки Как бы Не действуйте На эмоциях И опять же Если Кто-то С вами Пытается Конфликтовать Уходите От конфликтов Это Первое Ну И действительно Смотрите Проясняйте Для себя Ситуацию Чего же На самом деле Люди От вас Хотят И с Какими Посылами К вам Идут Вот Такая Ситуация У нас Здесь Сложится Для Дельцов Так Мы С вами Переходим К Близнецам Так Близнецы Переходим К вам Посмотрим Как у вас Будут Обставить Дела В рамках От этой Недели Позитив Недели Негатив Недели И Совет От Карт Что здесь Можно Сказать Здесь Однозначно По связке Карт Бороться За свое Бороться С обстоятельствами Но Причем Здесь Как-то Знаете Бороться В одиночку Это Прощупывать Исследовать Ситуацию И В большинстве Свою Я могу Сказать Так Это Либо Будет Такой Очень Значим Подход В плане Учебы Обучения Причем Не важно Обучаете Вы Либо Вы Обучаетесь Сами Либо Это Будет Касаться Работы Это Как Исследовать Прощупать Почву Понимать В каком Направлении Вам Двигаться Либо Кто-то Будет Искать Собственную Реализацию Либо Пользоваться Тайными Знаниями В продвижении Тех Либо Иных Моментов Тут Знаете Как Что ли Желание Самоутвердиться Вам Хочется Выйти На Какой-то Новый Уровень Либо Продвинуться По Карьере Либо В плане Заработка Или Реализации То есть Для Вас Это Крайне Значимая Ситуация Если Мы С Вами Будем Ситуацию Рассматривать Относительно Вопросов Личной Жизни И Вы На Текущий Момент Свободны То Однозначно Здесь Момент Недоверия Не готовы Вы с кем-либо Строить Отношения На Текущий Момент И Хоть Многие В комментариях Могут Написать Как Это Не Готово Давно Жду Но Поверьте Ждать И Быть Эмоционально К этому Созревшей Это Немножко Разные Вещи Здесь Конкретно Арканы Говорят О том Что Это Период Каких-то Внутренних Терзаний Либо Смятений Потому Что Даже Если У Вас Было Знакомство В рамках Недели Это Как С Каким-то Недоверием Относиться К партнеру Или Партнерши Если У Вас Ситуация Отношений Временно Отойти Ситуация Знаете Как Отстоять Свои Интересы Свои Границы В принципе Выставлять Барьеры Потому Что Как Показывают Данные Карты Огонь Вас Есть Но Сама Ситуация С тех Скрытых Мотивов Моментов Которые В Ваших Отношениях Она Вас Не устраивает Поэтому Вы Пока Предпочитаете Закрыться И Побыть Здесь В стороне От Данной Ситуации Если Вы В стабильных Семейных Связях То Аркана Говорит О том Что У Вас На повестке Дня Будут Саиболее Глобальные Задачи В рамках Этой Недели Будете Мало Ублять Времени Друг Друг То Партнеру Либо Партнерши Потому Что Нацелены На Совсем Другие Вещи Что Здесь Может Быть Еще Единственный Момент Это Как Споры Либо Отстаивание Ситуации В ваших Взаимоотношениях Ну например Человек Вам дал Слово Что Не будет Так себя Вести Либо Не будет Так Поступать И Вы Будете Знаете Как Держать Руку На Пульсе Прослеживать Насколько Он Действительно Будет Держать Своё Слово Насколько Он Объективен В данной Ситуации И готов Двигаться В направлении Развития Ваших Отношений Если Данные Арканы Будем Смотреть В плане Вещей Если Вы Пенсионер То Это Знаете Может Вспомнить Какие-то Старые Нетривиальные Методы Заработка С целью Каким-то Образом Улучшить Свою Жизнь Если Вы В статусе Соискатель То Могу Сказать Так Эта Неделя Будет Очень Интенсивной В плане Похода По Собеседованием Либо Попытки Что-то Для себя Изменить В лучшую Сторону Если Вы Наемный Работник То Арканы Здесь Указывают На то Что Он Предоставит Свои Интересы В рамках Этой Недели Как С коллегами Так И перед Руководством Здесь Могут Быть Аудиты Здесь Могут Быть Проверки Или В принципе Вопрос Аттестации У кого-то Сдача Передача Экзаменов На какие-то Знания Или В принципе Будет Проверять Насколько Добросовестно Вы Уполняете Свою Работу А грехи Безусловно Здесь Есть У всех И Вам Нужно Будет Грамотно Это Преподнести Чтобы Здесь Ни в коем Случа Не Показать Уровень Своей Некометенции Либо Что Ну Чтобы Не Был Подорван Ваш Авторитет В коллективе Если У вас Собственный Бизнес То Это Желание Уклубиться В те Либо Иные Вещи Посмотреть Что Вы Делаете Не Неожиданность Данного Периода Что У вас Здесь Неожиданность А негатив В плане Негатива Что Здесь Можно Сказать Ну Однозначно Для многих Проиграется Вот такая Ситуация У кого На Повестке Дня Могут Быть Серьезные Финансовые Траты Для Совместной Поездки С Кем Либо Это Знаете Как Совместно Проводить Время Почему Падает Негатив Потому Что Либо Очень Накладно Будет По Карману Либо Могу Сказать Так Необъективно Сейчас Вам Это Не Нужно Почему Потому Что Либо Знаете Будут Бесполезные Траты Вы Не Получите То Чего Вы Хотите Либо В целом Будет Ситуация Которая Ну Как Вам Сказать Да Вот Как На Текущий Момент С Каком-то Эзотерии То Знаете По Своему Роду Пустые Траты Или Что Вам Придется Трудиться И Меняться В угоду Кому То Здесь Не Обязательно Партнерство Как Такового С Кем То Это Могут Быть Коллеги Это Могут Быть Работодатели Это Могут Быть Ваши Близкие Люди Но И На Повестке дня У Вас Много Бумажной Волокиты Получение Справок Оформить Декларацию То Сдать То Подать То Знаете Как Много Писанины Много Общения Много Дел Еще Такой Момент В рамках Этой Недели Карта Вам либо на покупку автомобиля. Будете жалеть, либо что-то здесь придется переделывать. Или же, как говорят карты, это будет сложно, тяжело идти с кем-то на компромиссы. Вот об этом вам говорят органы. Ну и в плане совета, какова у вас ситуация. Ну вот здесь, знаете, сама по себе ситуация, могу сказать так, истощение эмоционального, физического и попытки здесь восстановиться. Знаете, как пустить на новоростки, пустить на новокорни. Безусловно, без чьей-либо поддержки вам это не получится сделать, но, как вам показывают и благоволят карты, все-таки поддержка со стороны близких, либо окружения вашего есть. Это сама по себе ситуация выхода из финансового кризиса, и карты вам говорят, что в рамках этой недели разумно распоряжайтесь деньгами. Иначе можете сделать и покупки, либо траты, которые будут либо не своевременными, либо будут вам в минус. Что здесь в плане неожиданности на этот период? Вот звезды, развилка и карта букет. Тут будет у вас в рамках этой недели знаковая ситуация выбора, как я говорила о серии. Поехать, не поехать, купить, не купить, уйти или остаться. На дне колоды это то, что касается либо вопроса личных отношений, либо вот то, к чему вы очень давно стремились. Может быть, исполнение мечты, какая-то знаковая покупка. Так вам карты говорят, да, вы сделаете правильный выбор, но делайте его не по сердцу, делайте его с позиции логики. Иначе на эмоциях можете натворить вещей, о которых потом будете сожалеть. Вот такая вот ситуация. Ну и если здесь вы с кем-то были в ссоре, то карта может указывать на ситуацию примирения, либо попытки каким-то образом в целом наладить взаимоотношения. Так, переходим с вами к ракам. Посмотрим, как у них будут обстоят дела в рамках этой недели. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Ой, у вас тут, раки, ситуация просто замечательная. Кто-то в рамках этой недели либо начнет, либо у вас наоборот будет завершаться. Это поездки, это поездки, командировки, это знаковые переезды у кого-то, смена места жительства. Либо, знаете, путешествие, которое восстановит вас эмоционально, даст вам гармонии. Потому что карты, которые здесь ложатся, они говорят о ситуации, как, знаете, смена обстановки, которая идет на пользу. Даже если это какая-то поездка выходного дня, даже если это, знаете, маленький уикенд, где-то там с друзьями, с подругой на природе, в ресторане, либо поехали там в соседний город, не имеет значения. Ну, то, знаете, как эмоционально наполниться и восстановиться. Здесь еще могут идти речь о планах, касаемо переезда. То есть планирование, как собирать вещи, либо готовиться к переезду, либо смену места жительства. Либо еще говорит Аркан о том, что кто-то будет здесь, может быть, устраивать какие-то планы. То есть присматривать себе жилье, либо в целом каким-то образом намечать себе переезд. Или кто-то может задумывать покупку автомобиля. Но в рамках этой недели, это, знаете, как выбирать, присматриваться, определиться с выбором. То есть еще не сама покупка как таковая. Возможно, вы будете заказывать автомобиль, но там пригонят вам его на следующей неделе. Это то, о чем говорят здесь Арканы. Если мы, в принципе, с вами будем привязываться к вопросам личной жизни и смотреть для тех, кто свободен, то могу сказать так, это какое-то знакомство в поездке, на отдыхе, как курортный роман, либо через интернет. Причем то, которое вам принесет какую-то легкость, умиротворение. Несколько там, знаете, как страсть бешеная. Нет. А вот, знаете, вам с этим человеком будет очень комфортно. Очень легко. Ну, знаете, как родственная душа, как вторая половинка. Причем человека, которого, например, вы ждали давно. Если мы будем с вами рассматривать ситуацию нестабильных, качелеобразных отношений, то это может быть какая-то совместная поездка. Или вы, например, пока без партнера, либо партнерши куда-то поедете. И для вас это, знаете, почему-то будет в радость. Потому что, повторюсь, умиротворение, знаете, отстранение и душевный покой. Разложить все по полочкам. И, как говорят карты, это, знаете, ну, принять какое-то знаковое правильное решение. Если у вас стабильные семейные связи, то тут, повторюсь, либо совместные поездки, либо планирование переезда, либо покупка автомобиля. Ну, то есть, планы какие-то глобальные, вот, относительно данных вещей. Кто-то, кстати, еще такой, может быть, момент. Например, кто-то едет в командировку и подтягивается по вторую половину, да, в совместную поездку. Так, что здесь еще? Либо у вас может быть планирование отпуска заблаговременно какого-то. Будете оценивать все варианты. Если рассматривать данные арканы относительно вопросов работы, заработка, вы пенсионер. То-то, как найти лазейку, причем у многих это может быть ручной труд, что-то плести, готовить, ваять, не знаю, вышивать. И работа, которая в радость. И это может быть продажа услуг через интернет, либо к вам будет приезжать и забирать. Это даже может быть приготовление пищи, все что угодно. Кто-то для себя может открыть эту нишу. И действительно, будьте очень довольны по ситуации. Если вы в статусе соискателя, то однозначно найти работу. Причем работа, которая приносит удовольствие. Это может быть как в сфере логистики, это может быть торговым агентом, курьером, либо дилером в автосалоне. То есть все, что связано с вопросами поездок, переездов. Это может быть и вопросы турагентства, либо какие-то продажи через интернет. Но в любом случае, даже если не касается этих сфер, то для вас может быть здесь знаковое трудоустройство. Если вы наемный работник, это командировки, поездки, даже может быть как бы на обучение с целью, знаете, как повышения уровня вашей квалификации. Там туры выходного дня совместно с предприятием, либо с фирмой. Вот то, что вас здесь порадует. Если свой собственный бизнес, это как действовать на перспективу, делать расширение товарооборота на другие города, либо другие страны. То есть выходить нам на поставщиков, либо партнеров, либо принимать какую-то новую группу товара. Причем товара, который, знаете, вот в первую очередь вам необходим, будет в радость. Если в плане здоровья, замечательное самочувствие, как физическое, так и психологическое. Так, что у вас здесь в негативе? Ха-ха, каннабис. Она же каннабля. Ну, давайте смотреть. Ну, давайте так. Первонаперво, не заниматься ничем противозаконным, не курить, не употреблять, не продавать. Это я шучу, конечно. Но, в принципе, о чем здесь говорят карты, то это могут быть сожаления. Чего касаться? То каких-то юридических проволочек, либо, например, дополнительных оплат, связанных с визами, вопросами таможни, либо, вы знаете, когда за что-то приходится доплатить, то, что вы не рассчитывали. Это первое. Либо кто-то, у кого-то могут быть административные штрафы, например, превысили скорость на дороге, соответственно, вы не дополож. Поэтому будьте здесь бдительны. Либо же, знаете, вы можете получить известие о том, что в том либо ином судебном процессе вы здесь проиграете, для вас это чревато финансовыми тратами. Что здесь может еще проходить? Либо здесь могут быть еще разочарования из-за отложенных поездок. По каким причинам? Ну, причины это государственного масштаба, либо политические. Потому что правосудие, это как раз, знаете, как закрытые границы. Либо еще какие-то моменты. И это у вас... Ну, допустим, планируете вы здесь поездку, то есть туры раннего бронирования. И, например, в трус, ну, который вы хотели, например, закрыта граница. Вам здесь, в принципе, нет направления. То есть не то, что поездка не состоится, а как смена планов, смена приоритетов. Вот об этом вам говорят карты. Если у кого-то здесь на повестке дня в рамках этой недели будет бракоразводный процесс, то он ударит вам сильно по карману. И в плане совета. В плане совета у вас здесь падает карта хиноцея. Хиноцея – аркан, который указывает на то, что кто-то вам будет ядрить душу и ваше сердце. Не впадайте в депрессию, не впадайте здесь в отчаянии. Все решаемо. И всегда экстракт хиноцеи, он у нас идет, знаете, как восстанавливающее средство после чего-либо. Ну, то есть каких-то заболеваний, простуд. То есть и вот здесь, как восстановление после удара, либо после разочарования, либо после каких-то событий, которые разбивали вам сердце. То есть не цикляйтесь эмоционально и деструктивно на тех-либо о них проблемах. Старайтесь все принимать и отпускать с ловкостью. И давайте посмотрим на неожиданность данного периода. Мужчина, змея и карта букет. Ну, это взаимодействие с мужчиной. Это какое-то общение, которое вам немножечко будет в тягость, потому что понимаете, что пригрели змею на сердце. Но, тем не менее, по койке наладит взаимодействие. На дне колоды у вас падает карта дом. Для многих это может быть бывший партнер, либо бывший супруг. И по ряду причин вам придется с ним как-то подстраиваться, да. Либо решать какие-то проблемы. Что здесь может быть еще? Это может быть бывший работодатель, который недоплатил. Либо родственник, с которым у вас были какие-то напряженные взаимодействия по поводу дележки имущества, либо вопросов наследства. Если же смотрит здесь мужчина, то это, знаете, как ваши попытки помириться с кем-то. Потому что вот змея здесь, карта женщины, либо мог быть конфликтная ситуация с матерью. Но клевер и асть все решится благополучно. Плюс гора, а здесь клевер и асть, это действительно вопросы поездок, переездов, то, что у вас идет в рамках недели. Но все для вас будет замечательно. Поэтому вот такая для вас ситуация. Отпишитесь, пожалуйста, потом отыгрывалась она или нет. Ну, а мы с вами будем переходить к альваму. Посмотрим, как у них отыграется эта неделя. Так, альвы, посмотрим, как у вас будут обстоять дела на этой неделе. Позитив недели, негатив недели и совет от карты. А у вас более чем замечательно по связке аркатов, которые здесь ложатся, ну, новые возможности. Либо вложения в новое дело, либо прибыли от нового дела. В принципе, укрепление ваших финансовых позиций. Ситуация роста. Могут быть, конечно, траты на детей, но траты, которые в радость, а не в тягость. Ну, а в целом, карты говорят о существенных покупках, о каких-то приобретениях, о вложениях. То есть, как новый этап, новое начало жизни, обнуление. Либо сможете здесь закрыть финансовые долги. То есть, на самом деле, недели очень успешно. Если будем смотреть с вами относительно вопросов личной жизни, и вы на текущий момент свободны, то могу сказать так. У многих можете закрутиться в служебный роман, но вы должны понимать, что это не обязательно работать плечом плечу с этим человеком. Вы можете соприкасаться по работе. Ну, как вариант, вы обратились к стоматологу, он при служебных обязанностях, когда у вас взялся там флирт и впоследствии роман. Для тех, кто на текущий момент в нестандартных качелеобразных отношениях, но здесь вкладываться в развитие ваших отношений, более того, здесь может быть какая-то мощная финансовая поддержка со стороны партнера или партнерши, и карта, которая указывает на то, что кто-то может усиленно стараться над тем, чтобы дать потомство. Потому что для многих здесь это знаковая ситуация в рамках этой недели. Если у вас стабильные семейные взаимоотношения, это все-таки как вкладываться в некое предприятие либо получить от него доходы и дивиденды, чему вы будете несказанно рады. Потому что здесь укрепление ваших позиций. Плюс многие из вас будут вкладываться в здоровье, вопросы профилактики, ну, либо вопросы преображения. Причем это, знаете, как совместно. Может быть, парой поехать на какой-то курорт либо санаторий. То есть, знаете, как совместно поправить силы. Или же опять, да, вопросы детей, все, что связано с детьми и траты на детей. Если данную отряду карт будем смотреть с вами относительно вопросов работы и финансов, если вы пенсионер, это как найти новый источник дохода. Если вы в статусе соискателя, однозначно трудоустроиться, причем очень успешно. Если вы наемный работник, либо повышение заработной платы, просто как, ну, посредством индексации или небольшая надбавка. Или же у вас новая должность, которая вам судит новые перспективы заработка. Если у вас свой собственный бизнес, это увеличение вашего дохода, рост вашего предприятия, новые возможности. Ну, тут ситуация облаговолит во всех смыслах. Ну, и по здоровью это вкладываться финансово в здоровье, либо кто-то, если болел, то будет ситуация выздоровления. Что у вас здесь в негативе? Давайте посмотрим. В негативе здесь могут быть конфликтные ситуации внутри семьи, это не обязательно там с супругом или супругом, с родственниками в целом, о том, что о вас утаивали какую-то информацию. Либо по связке карт, под которой здесь лежат, найти как некую заначку, могу еще так сказать, что-то для себя прояснить. Почему прояснить? Экстракт Эккалипта в древности использовался для написания тайных посланий. Эти надписи были виды только в том случае, когда прогревалась бумага. То есть, это, знаете, так и для вас что-то прояснить тайное. Не обязательно найти заначку, просто какие-то скрытые факторы из жизни вашей семьи, ваших родственников, то, что умалчивалось, либо то, что вам не озвучивали. И по Аркану Отшельника это как чувствовать себя я не могу сказать, что преданная. Знаете, как сама по себе ситуация, когда вы остались один на один с какой-то проблемой. Потому что, скажем так, из-за родственников, вот так это можно озвучить. Или в целом из-за каких-то предприятий, ну, допустим, у вашего партнера новая работа, карьера, это чувствует себя одиноко, будучи даже в отношениях. Так, ну и в качестве совета четверка мечей, карта, которая нам указывает на ситуацию покоя. Отложить всю работу, отложить все дела, потому что лаванду, которую мы видим, это успокоение, обретение покоя, обретение новых возможностей. То есть, карта вам рекомендуют в рамках этой недели. Если есть, конечно, таковая возможность поехать куда-нибудь отдохнуть, восстановиться, если у кого-то стоит вопрос зачатия детей, это может быть даже личное сохранение, или же по связке карты, это в принципе сделать какую-то детокс-терапию вашему организму, то есть, почиститься внутренне, восстановиться. У кого-то, кто, допустим, переносит там простуду на ногах, либо заболевание, не занимайтесь героизмом, идите на больничные, об этом вам говорит карта, вам сейчас нужно восстановление. Давайте посмотрим на неожиданность данного периода, о чем у нас здесь идет речь. Крыса, собака и дом. Ну вот, крыска заявилась в доме. Хотя тут совместные усилия крысы совместно несут в дом, но тут будет проверка на верность, либо проверка на прочность. Потому что, знаете, как доверяй, но проверяй. Вы слишком доверяли, во многом даже прикрыли глаза на происходящее, но возможно за вашей спиной шли не совсем в корректные события. Повторюсь, это касается не обязательно партнера, ваших родственников. Потому что на дне колоды всадника это как известие, которое вам снесет в голову. Видите, лошадь в одну сторону, вы в другую. Поэтому, ну, посмотрите, какая у вас будет ситуация. Напишите потом в дальнейшем. Так, мы с вами переходим к девам. Посмотрим, как у дев будет проходить данная неделя. позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же мы здесь видим? Шикарные карты. Почему шикарные? Деньги, деньги, еще раз деньги, достаток. Делать что-то как бы во благо, на благополучие, на перспективу. Однозначно, ну, карта вот яблока, которая у нас здесь идет, карта плодовидности, карта урожая, делать какие-то запасы, какие-то закрома. Вот идут и сушки, и еще тут. То есть, то, что вы готовите себе в проб. Могу сказать однозначно, новые финансовые возможности, может быть, премия, зарплата, отпускные, все что угодно. Либо вернули долг, либо получили наследство, выиграли в отырею, потому что у вас даже здесь двойка земли и колесо фортуны. Но вот видите, связки карт это то, что вам приносит прибыль, приносит новые возможности, вопрос о плодородии. Кто-то даже, повторюсь, может здесь выиграть в отырею. Итак, если смотреть относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны. Здесь может произойти знаковое знакомство, но единственное, что вы будете сомневаться, нужно вам это или нет, по ряду причин. Если у вас нестабильные качелеобразные отношения, все так и останется. Единственное, что вы будете требовать от партнера или партнерши, больше эмоциональных вложений, временных, чтобы вам уделяли больше внимания, заботы, ласки, то есть поддерживали вас во всех возможных начинаниях. Если у вас стабильные семейные связи, это, знаете, как строй, дом, все в дом, все в семью, вопросы накопления, то есть вкладываться, укреплять, создавать уют, на что-то откладывать, ситуацию, однозначно благоволить. Кто-то может тратиться на поездку, либо планировать поездку, либо же даже приобретать автомобиль, либо думать об автомобиле, то, что вы везете по связке карт. Если рассматривать данную триаду относительно вопросов финансов и работы, и вы пенсионер, получение денег из двух источников дохода, допустим, получили пенсию и как вариант, например, там родственники помогли, вы от чего-то заработали, неделя в плане заработка будет крайне успешной. Для соискателя я вам больше даже скажу, это знаете как, фортуна к вам повернулась лицом, вам улыбается, потому что даже будет перспектива выбора, из чего выбирать, куда трудоустраиваться. И если вы наемный работник, то это неожиданно для вас перспектива повышения либо увеличения заработной платы. Если у вас свой собственный бизнес, то карты здесь говорят о появлении неожиданно для вас нового знакомства, партнерских взаимоотношений, которые приведут к увеличению вашего дохода. Если смотреть относительно вопросов здоровья, здесь однозначно вложение в укрепление, в иммунизацию, в поддержание, плюс может быть косметологические процедуры, либо вопросы пластической хирургии. Но и в целом карты рекомендуют здесь посмотреть на вопросы ЖКТ и в первую очередь кишечника, чтобы там не было никаких проблем и застоев. Так, что у нас в негативе. А в негативе там у нас серьезные траты. Траты у нас эти крупные, связанные с семьей. И могу сказать, что это вот карта башни либо маршрум, которая здесь у нас есть. Она в первую очередь указывает на все, что связано не само по себе ситуация, крушение, а неожиданные вложения в дом, в семью, в недвижимость. Ну, как, например, что-то поломалось, потекло. Там, знаете, как надо отремонтировать. Траты существенные. Или же траты связаны с вопросами переезда, смены места жительства, либо приезда родственников, либо ваши поездки. Поэтому это, знаете, по башни, как неожиданно, оп, и крушение для вас ситуации. Где взять вот ту сумму, которая у вас назреет на повестке дня. Еще такой момент. Если у вас на прошлой неделе стал вопрос брака-разводного процесса, то это как раз завершение ситуации. То есть развестись в рамках этой недели. То есть я повторюсь, это у тех, у кого к этому шло. Или у кого-то здесь могут быть еще конфликтные ситуации за чьей-то поездки, либо переездов. Не обязательно с мужем и женой. Это могут быть в принципе с родственником. Мама, папа и так далее. И относительно совета, что мы здесь видим, однозначно жить в удовольствии для себя любимого, либо для себя любимой. Потому что мать воды, которая нам указывает на ситуацию благополучия, умиротворения, успокоения. Наполняйтесь ими эмоциями, живите для себя, ради себя. Уделяйте внимание больше детям, потому что это все-таки карта материнства. И в целом эта карта как восстановление, знаете, как эмоционального. Много радости, много новых впечатлений, новых возможностей. Это то, что вам необходимо, потому что на самом деле, как ни странно, психосоматика это и есть наш основной защитный барьер от всех недугов, от всех болячек. Поэтому загляйтесь, укрепляйте, думайте только о хорошем. Давайте посмотрим с вами на неожиданность данного периода, о чем у нас здесь идет речь. Садник, крысы, карта, книга. Либо вопрос, который назревает по поводу обучения, повышения квалификации, потому что здесь грызть гранит наук и открывать новые возможности. Либо поездка на какую-то конференцию, семинар, вебинар, то, что у вас идет здесь по связке карт. Либо изучать глубоко вопрос других культур и серии куда ехать, куда не ехать, как развивать ситуацию. Но я могу сказать так, если у кого-то здесь идет вопрос длежки имущества, то ситуация может пойти не совсем так, как вы планировали. И вы будете пытаться искать лазейку, как вам разрешить этот вопрос. Потому что даже на ней колод, и видите, у вас карта птицы. Вопросы имущества, то есть что оставить потомству. Вот такая неделя у дев. А мы с вами переходим к весам. Посмотрим, как у них будет развиваться данная ситуация. Весы. Переходим к вам. Посмотрим, как у вас будут обстоять дела. Позитив недели, негатив недели и совет от карты. Так. А у вас тут трансформация. Причем трансформация в первую очередь в отношениях обретения собственной силы, новых возможностей. Либо преображение внешнее. Это то, что у вас идет здесь на повестке дня. Опять же, сейчас дадим вам на данный аркан еще одну карту. Кто-то здесь может прощаться с эмоциями. Либо какой-то любовью, либо еще влюбленностью. То, что здесь идет по связке арканов. Ну, хорошо. Мы посмотрим, почему. Но вот основная тема на данной этапе в рамках этой недели у вас именно такая. Итак, для тех, кто свободен. Ситуация трансформации нового знакомства. Знакомство знак. Почему? Потому что после этих отношений у вас атомирует все то, что было ранее. Бывшие связи, к которым мы были привязаны, либо какие-то бывшие тяжелые, тягостные эмоции. То есть, будут пересмотры вообще модели поведения в отношениях. Это то, что идет по связке карт. Если у вас были любовные треугольники, это знаете, как распрощаться с любовником или с любовницей, поставить жирную точку по ряду причин. Либо у вас будет новое знаковое знакомство, либо вы захотите укреплять взаимоотношения в текущей связи, например, если вы замужем, либо вы женаты. Так, если вы в семейных связях, то здесь отсечь соперницу, соперника, даже какие-то поползновения вашему партнеру или партнерше, или полностью этап перерождения ваших взаимоотношений как таковых и чувственная сторона вашей связи, больше уделять внимания, больше вкладываться друг в друга и развивать ваши взаимоотношения. Теперь если смотреть данную связку арканов с позиции работы, если вы пенсионер, то могу сказать, для вас ситуация не поменяется, хотя будут попытки что-то реанимировать, трансформировать, найти новый источник заработка. Если вы в статусе соискателя, то такая вот знаете ситуация, не успели трудоустроиться, как сразу же уволитесь, потому что либо появится что-то более подходящее, либо вы поймете, что текущее трудоустройство для вас будет пустой тратой времени и сил. Если вы наемный работник, могу сказать два варианта. Первое, либо вы увольняетесь, уходите в новые возможности, тут у вас новые перспективы, либо у вас идет ситуация, как поставить точку на этой должности, идти в новую должность, новые возможности, то есть переход с одной вакансии на другую. Или же многие еще будут трансформировать свое сознание. Почему? Потому что здесь как найти что-то по душе, какое-то хобби, удовольствие, чем-то заниматься, то, что вам будет приносить в первую очередь и эмоциональное удовлетворение и доход. Если у вас свой собственный бизнес, то могу сказать так, это либо закрыть один текущий бизнес, открыть второй, либо полная ситуация, трансформация данного вида деятельности, ну, ребрендинг провести, либо реструктуризацию вашего дела. Если по вопросам здоровья, тут смотрите, какая ситуация. У кого-то может быть нервный срыв и работа с психологом, причем очень плодотворная, либо полное обновление, это вопросы пластики, либо вопросы изменения имиджа, это то, что у вас идет в позитиве. Давайте смотреть, что здесь в негативе у нас ложится. Какие шикарные карты. Итак, здесь в первую очередь внутренние противостояния. Противостояния эти касаются резких перемен в личной жизни, вопросов обновления, перемен, то есть, либо кто-то будет рвать любовные треугольники, либо полностью менять формат личных отношений, модель поведения в отношениях. Ну, например, если вы ранее позволяли к себе не совсем корректно относиться со стороны партнера либо партнерши, то здесь вы однозначно в этом будете ставить точку. Или же, знаете, какой вопрос перехода из одного состояния в другое. Уйти с нелюбимой работы, потому что прочувствовали всю горечь, полыни, да, и уйти в нечто что-то более радостное и плодородное. То, что по сути дает вам вопросы процветания. Но единственное, что для вас это будет болезненно. Почему болезненно? Видите, здесь проволока с колючими шипами. То есть болезненно будет даваться, потому что эмоционально, скажу честно, вы очень сильно привязались к текущей ситуации. И в плане совета у вас аркан, который показывает на стабильность, на укрепление позиций. В первую очередь, это, знаете, как вопросы собирательства, вопросы поклонения богам, достижения каких-то целей. Но если так дословно, то это укрепление семейных связей, это стабильное положение вещей, в принципе, на работе. Это желание открыть семейное дело, либо свое дело, работать на себя. Либо переоценка системы ценностей в отношениях в целом. И это может привести к стабильным семейным связям. Плюс многие в рамках этой недели могут вкладываться в свое жилье. Ремонт, обустройство, покупка предметов интерьера и экстерьера. А также карта вам советует в рамках этой недели сделать акцент на укреплении семейных связей. Больше времени проводить с родственниками, с семьей. И вас это будет в первую очередь наполнять эмоционально. Креслили и Клевер тут ситуация перерождения. У вас должна дне колоды, аркан солнца. Новые возможности. Как отомрет старый этап, придет новый. Полностью посмотреть на жизнь по-новому. Знаете, полностью поменялось у вас сознание в данной ситуации. Новые цели, новые грани. Ну, потому что эти карты, они всегда указывают на ситуацию, что все, вы ставите крест на прошлом. Полностью очищаетесь. Это ситуация как катарсиса, для кого-то может быть болезненная. Идете в новое. Но это вопросы еще самореализации по связке карт либо обретения любимого дела. Вот то, что у вас вид по картам. Хорошо, будем переходить к скорпионам. Посмотрим, что у скорпионов на этой неделе. позитив недели, негатив недели, совет от карт. А у вас все хорошо. Укрепление семейного очага, проведение времени с детьми, вложение в детей, в быт, в семью, в принципе, в ситуацию стабильности. Либо в новое дело, либо в новые начинания. Но в первую очередь укрепление семейных связей. И знаете, как что горел семейный очаг. Причем это шестерка земли, но она же шестерка Пентакли. Это хорошая прибыль. Либо это знаковые вложения, знаковые покупки. Ну, причем это делается, знаете, как на будущее вашим поколениям. Это то, что у вас проходит ситуативно по этим арканам. Если с карты будем с вами смотреть относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободны, то это может пройти здесь знаковое знакомство, но вы пока еще будете сторониться. Но уже будете здесь видеть отдачу. Потому что человек захочет вкладываться в ваше отношение и эмоциональное, и знаете, как татить на вас во время. Может быть вкладываться в финансы, потому что здесь равноценный союз. И человек, которому вы будете прикипать эмоционально, потому что видите, что как бы ваши. Если у вас нестабильные качелеобразные отношения, то вы чувствуете здесь будете одинокими в любовных связях, в треугольниках. Поэтому могу сказать так, отойдете от этих отношений, уйдете в новую связь, либо просто захотите этап жизни, до тех пор, пока ваш партнер либо партнерша не осознают, что в отношения тоже нужно вкладываться. Это должен быть равноценный энергообмен. Если у вас стабильные семейные связи, то это в первую очередь работа на перспективу, на будущее. Здесь новые проекты, новые планы, новые перспективы. Это знаете, как строить себе стабильный фундамент жизни. Вот об этом говорят карты. Если три, а то будем рассматривать относительно вопросов работы, то для тех, кто в статусе пенсионера, карты здесь указывают на ситуацию нового заработка либо помощи кого-то из родственников, но это вот здесь будет мужчина. Если вы в статусе соискателя, найти работу, к которой вы долго стремились, которая для вас как свет в конце тоннеля, и будет хорошо оплачиваться. Если вы в статусе наемного работника, это перспективы занять новую должность, то, к чему вы очень долго и шли. Причем здесь поддержка как со стороны руководства, так и коллег в каких-то начинаниях ибо для вас знаковых вопросах. Даже, знаете, в тех ситуациях, когда, допустим, там нужна материальная помощь или еще что-то, тут оказание поддержки. И если у вас собственный бизнес, это ровное, планомерное течение дел и попытки отложить на что-то новое, новый проект, который вы в дальнейшем будете инвестировать. В плане здоровья, здесь здоровье стабильное, может быть незначительное обострение хронических заболеваний, но это будет несущественным. Давай я теперь смотреть, что у вас здесь в негативе. Ох, а у вас тут в негативе это у многих любовная связь. Видите, курандера воздуха, карта розмарин. Дьявол, любовники, то есть здесь у кого-то может быть как новая любовная связь, так и отсечение любовных связей. Почему в негативе? Потому что даваться будет болезненно, это делать сложный выбор. И вообще, если не привязываться к вопросам личной жизни, это делать сложный выбор в целом как таковой, потому что вы ментально к этому еще не созрели. Например, вы работаете и понимаете, что нужно уходить в свое дело, уже все взвесили, просчитали, понимаете, выгодно, рентабельно, сложно решиться. Потому что зависимы, зависимы от стабильности, которую имеете. Вот карта влюбленной вам говорит о том, что нужно как бы делать выбор. Но делайте, конечно, его с разумным таким подходом, не спеша. Но Арканда вам показывает, что уже пора к этому созревать. Просто отсечение этой вот ситуации старой будет для вас знаковым, таким вот тягостным. Что у вас в плане совета? Ну, в плане совета карта эмоций. Вот этот вот лимонник, который мы здесь видим, это в первую очередь очищение, энергия, новые возможности. Карта вам советует, во-первых, больше времени проводить в кругу семьи, радостных событий, чаепитий, выездные мероприятия, то есть больше в семье, с родственниками, в приятных компаниях, заряжайтесь эмоционально. Плюс Аркан, который указывает, многим советуют, если у вас нет противопоказаний, пейте чай с лимоном, либо воду с лимоном, это как вопрос очищения и, как бы странно ни звучало, энергетическая защита. Вам вот сейчас необходимо. Это вот такой вам совет от карты. Ну и давайте с вами посмотрим на неожиданность. Прекрасно достигать новых вершин. Гора, преодолеть препятствия, взобраться на какую-то новую пиковую точку ваших достижений. Звезды и дерево это реализация давно каких-то построенных планов, достижения мечты, которые очень долго и шли. Также укрепление семейных связей, решение каких-то конфликтов и проблем. И в принципе, знаете, как внутреннее такое ощущение счастья от того, что на текущий момент у вас все стабильно, все ровно. У вас, видите, даже на ней колодой карта птицы. Забота о доме, построение семейного очага, забота о деторождении и знаете, как дать что-то своим детям. Но не только в финансовом плане, а в эмоциональном. Больше проводите времени, вы наслаждаетесь этими минутами и самое главное оцените таковую возможность. Так, а мы с вами переходим к стрельцам, посмотрим, как у них будет развиваться ситуация в рамках этой недели. Переходим к вам, посмотрим, как у вас будет развиваться ситуация в рамках этой недели. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Так, а у вас здесь однозначно новые эмоции, новое начало, новые возможности. У кого-то после длительного периода зависшей ситуации новый формат отношений, влюбленность, либо укрепление текущих взаимоотношений, кстати, за счет рождения ребенка, либо нового этапа в жизни, либо новое подотворное начинание, то есть новое дело, хобби, бизнес, то, что будет приносить удовольствие и новые возможности. Вот даже давайте теперь по связке карт. Если вы свободны, однозначно новое знакомство, которое будет перерастать в личные отношения, очень стабильные, очень длительные. Если на текущий момент вы в нестабильных качелеобразных отношениях, в любовном треугольнике, четырехугольнике, все останется так, как есть более того, тут эмоциональное укрепление связи, потому что, видите, даже на дне колоды у вас умеренность, вы довольны по ситуации, вас все устраивает. Если у вас стабильные семейные связи, это укрепление ваших взаимоотношений, новый итог, новые эмоции, новая, скажем так, искра, то есть возрастаются ваши чувства, они укрепляются. Повторюсь, у некоторых за счет вопросов деторождения, либо потому что знать о том, что будет пополнение в семействе. Если мы будем вас смотреть относительно вопросов заработка и финансов, для пенсионеров это однозначно новая возможность, потому что, знаете, как новое дело, то, что наполняет вас эмоционально, причем план, который вы вынашивали очень давно. И здесь вы найдете отклик в сердцах многих, дело, которое будет процветать и будет давать вам плодородий и рост. Да, возможно, при чьей-то помощи, чего-то участие, но тем не менее, это, знаете, как по умеренности ситуация, которая в радость, а не в тягость. Причем по этому аркану то, что вы делаете самостоятельно. Но многие это могут делать руками. Вот об этом говорит здесь карта. Если вы в статусе соискателя, то однозначно здесь как бы найти работу, причем работа по сердцу, которая вам нравится, приносит удовлетворение, радость бытия и раскрытие вашего потенциала. Если вы наемный работник, то здесь, начиная от ситуации служебного романа для вас может повернуться в положение вещей до новой должности, причем за счет чьей-то поддержки. И ситуация у вас уже назревала давно. Если у вас собственный бизнес, то карта говорит здесь о новом знаковом партнерстве, которое выведет ваш бизнес на новый виток. Если в плане здоровья, для женщин это вопросы зачатия деторождения либо вынашивания, для всех остальных, те, кто не планирует деторождение, это в принципе очень хорошее эмоциональное и физическое состояние, то есть крепость духа, крепость разума. Так, и давайте смотреть, что у вас здесь в негативе. О, прям три аркана, отшельник, влюбленный, и эрафант. Значит, для многих здесь отыграется как тяжелый выход из состояния одиночества быть в отношениях и паркате эрафант в отношениях стабильных с перспективой брака. Это первое. Но почему тяжело? Потому что не готовы опустить прошлый негативный опыт. Это первое. Второе. Кто-то здесь, знаете, как одинок в отношениях в целом. Либо в браке, неважно, либо здесь почувствовать себя одиноким, либо вы можете состоять в отношениях с несвободным человеком, неважно, женщиной или мужчиной. Будете по этому поводу очень сильно нервничать. Или третий момент. Делать знаковый выбор по аркану эрафант. Вообще, здесь нарисовано какао. Какао у нас всегда говорит о ситуации, то есть напиток для просветления ума, жажды знаний. То есть вы либо будете обучать, либо обучаться сами. Но вам сложно как бы сделать этот выбор. по отшельнику давайте так. Это как самому еще вести какие-то обучающие курсы, кого-то обучать, что-то давать, делиться опытным, знаниями, навыками. Почему в негативе? Ну как, сложно стартануть, либо сложно, знаете, как что-то для себя решить, сделать знаковый выбор в этом вопросе. Ну то есть сложность в начинаниях, я бы так это озвучила. Либо могут опускаться руки, если будут какие-то, ну, первые, скажем так, промахи, блин, комом, можете переживать очень сильно. Ну и в плане совета у вас старший аркан дурак? Однозначно да. Обновление жизни, обновление вашего цикла. Если у вас осталась ситуация рожать или не рожать, рожать. Вступать или в отношения или не вступать, вступать. Открывать ли новое дело? Однозначно да. Неделя для вас значима. Посмотрите, сколько старших арканов. Здесь, здесь, ну тут просто. Для стрельцов как никогда. Очень такой знаковый переломный период. Ну давайте посмотрим для вас неожиданность этого периода. О чем здесь идет речь? Кольцо, всадник и две карты пошли. Коса ребенка. Значит смотрите, либо резко неожиданное предложение руки и сердца, либо новое знакомство, почему новая карта ребенок, знаковая. Неожиданные вести. Либо неожиданный договор с новым человеком. Это касается вопросов бизнеса. Либо для вас может быть шокирующие вести о том, что ваш ребенок вступает в отношения, то есть выходит замуж или что-то еще. Потому что видите, над никого допадает карта леса. Вы будете тут уже хитрить и лить и для вас могут прийти интригующие новости. Ну или же это как резкие новые начинания, как резко вступить в кем-то договор либо начать какое-то новое дело. Причем дело семейное, стабильное, с перспективой на будущее. Поэтому что мне вам сказать, стрельцей неделя крайне плодотворно, поэтому дерзайте. Мы с вами будем переходить к козерогам. Посмотрим, как у козерогов отыграется эта неделя. Так, козероги позитив недели, негатив недели и совет от карты. Ух ты блин, козероги, у вас тут прям неделька, посмотрите, двойка копков правосудия, повешенные. То есть у тех, у кого была ситуация застоя, в первую очередь в отношениях, это как найти подход, найти примирение. Может через критику, осуждение, либо конфликтной ситуации, но это будет посредством очищающего конфликта. Это то, что у вас идет по картам. Что здесь может быть еще? Если у кого-то на повестке дня назревал вопрос брака-разводного процесса, то это будет поставлен он на паузу. Если вы на текущий момент свободный, это неожиданно для вас может быть знакомство с человеком, причем который вам будет отдушен лечить ваши раны, потому что видите, даже на дне колоды у вас как новый опыт, новые начинания, то есть новые ростки, то есть то, что будет стабильным и на длительную перспективу. Если у вас нестабильные качелеобразные отношения, то арканы здесь говорят о том, что можете пока поставить отношения на паузу, пока человек не решит юридические вопросы в своей другой связи. Для многих отыграется именно так. Если же у вас стабильные семейные взаимоотношения, то это наоборот укрепление ваших взаимоотношений, это переход их на новый, более зрелый уровень. Знаете, потому что корень лопуха, он тоже, знаете, своего рода, как подорожник, решает многие беды, многие проблемы. корень лопуха, это в первую очередь родовое, как родовое растение, которое укрепляет семейные связи. Если данную триаду карт мы будем смотреть с вами относительно вопросов работы, и вы на текущий момент пенсионер, для вас все останется без изменений. Если вы в статусе соискателя, то вам здесь могут просто оказать помощь, поддержку, либо совет и помочь вам с трудоустройством. Но в рамках этой недели это могут быть только собеседования самого трудоустройства, но здесь не будет, оно не состоится. Если вы наемный работник, это заручит помощь и поддержка, особенно во время проверки вопросов аккредитации или в целом, это знаете, когда будут проверять ваш уровень квалификации, потому что по связке этих арканов это то, что, знаете, как чью-то квалификацию либо должность будут ставить под вопрос, то есть вам здесь помогут. И если у вас собственный бизнес, это очень гладко пройти все проверки, все проверяющие инстанции, урегулировать какие-то вопросы либо вопросы штрафных станций, то здесь будет у вас все ровно, все замечательно. В плане здоровья это могут быть вопросы диагностики, вопросы укрепления самочувствия, но самочувствие у вас здесь стабильное, поэтому переживать здесь не о чем. Давайте теперь смотреть в негативе, какова у вас ситуация. А вот здесь болезненная трансформация касается четко личных отношений, семейных связей. Почему болезненная? Полынь, горькая трава. Вот смерть указана на трансформацию, это вопросы перерождения, как бабочки, вот видите, на огонь, как пламя, которое вас сжигает. Почему трансформация? Вот видите, здесь колючая проволока, которая говорит о том, что нужно будет делать болезненный выбор, что-то здесь решать, что-то здесь менять, и по-другому никак. Почему касается вопросов личной жизни, потому что здесь это десятка воды, или вот карта клевера, которая указывает, что для вас, по сути, решится все благополучно, но нужно только вам решиться, сделать какие-то действия, знаковый выбор. Вопросы перемены чувств, вопросы, знаете, как выбора партнера, обретения своего места в жизни, вот об этом говорят карты. Тяжелая трансформация, потому что меняться нужно вам, менять модель поведения в отношениях, либо общения с коллегами, либо общения с близкими, вот об этом говорит карта. И в плане совета эвкалипт, семь раз отмерь, один отрежь. Карта, которая говорит о том, что вам нужно ко всему подноситься скрупулезно, доверять, но проверять. Эвкалипт имеет такое свойство в древности его использовать для написания рунических манускриптов, либо в целом книги, да, теней, то есть где идут рецепты зашифрованные, либо в принципе магические ритуалы. И это можно было видеть только при нагревании бумаги, ну то есть прогревании на огне. То есть вам нужно в рамках этой недели прочувствовать, что скрыто, как вам относится, что по факту происходит в вашей жизни и в вашей ситуации. Об этом вам говорит Аркад. Давайте теперь посмотрим на неожиданность данного периода, какова у вас ситуация. Закрытая карта даже. В полетке закрытая карта и карта башни. Это указывает либо на напряжение личных отношений на работе, если у кого-то служебный роман, либо в целом какие-то конфликтные ситуации с руководством, с коллегами, либо внутри семьи. Но поскольку здесь падает закрытая карта, не обижайтесь, но виной всему являетесь именно вы. То есть каким-то образом вы подошли не совсем корректно к данной ситуации. Но так как на дне колоды у вас падает солнце, то все для вас решится благополучно. Так, переходим с вами к водолеям. Посмотрим, как у них будет развиваться ситуация в рамках этой недели. позитив недели. Позитив недели, негатив недели и совет отказ. На позитив недели, что же у вас здесь? Вот зря вы здесь лили слезы водолея по своей пятерке кубков, потому что колесо фортуны и правосудие, оно говорит о том, что если будете делать все в рамках закона либо по справедливости к другим людям, так же относиться будет к вам. У вас здесь судьбоносные изменения, причем со знаком плюс и для многих после каких-то патовых, кризисных ситуаций. Кстати, если у кого-то здесь были судебные процессы, для вас завершаться со знаком в плюс в лучшую сторону сможете отставить свои интересы. Если были конфликтные ситуации, опять же, для вас они решаются в положительном ключе. Если в целом будем с вами смотреть данную отряду карт относительно вопросов личной жизни, вы на текущий момент свободный, после затяжного периода отчаяния и одиночества судьба предоставляет вам выбор и говорит о том, что здесь может произойти судьбоносное знакомство. Какого будет оно формата, к чему оно придет в дальнейшем, это уже другой момент. Но тут вам четко идет кармический партнер для усвоения какого-либо кармического урока. Если у вас нестабильные качелеобразные отношения, то здесь вам надоело ситуацию однообразности, бегая по кругу. И так как на неколады у нас здесь падает карта императора, она указывает как бы на то, что здесь во многом все зависит от мужчины. Мужчина будет решать в этой ситуации. Соответственно, если меня смотрит мужчина, вы здесь разрубите гордей узел, будете принимать какое-то знаковое решение. Если меня смотрит здесь женщина, то не надейтесь, что вы сможете каким-то образом продавить ситуацию, здесь будет решать его партнер. Вам единственным грамотным советом это будет выйти на текущий момент из этих отношений. Если же у вас стабильные связи, например, встречались, то может быть желание съехаться, либо официально укрепить свои взаимоотношения, либо если вы были в ссоре, это помириться, либо если вы в браке все давно, все хорошо, были какие-то напряженные взаимоотношения, опять же, укрепление ваших связей. Единственный момент, что если у кого-то в прошлой неделе, с прошлой недели уже взял вопрос бракоразводного процесса, то можете принять решение о том, чтобы развестись. Повторюсь, у тех, у кого-то, кого вопрос назревал. Если будем смотреть с вами относительно вопросов работы и финансов, для пенсионеров здесь могут быть новые государственные дотации, субсидии, то есть небольшая, но знаковая выгода. Если вы в статусе соискателя, после стяжного периода отчаяния, удача вам улыбнется, сможете официально трудоустроиться, причем на работу, которая вам будет нравиться. Если вы наемный работник, то после ситуации никто меня не любит, не ценит и не замечает, оценили вас по возможностям. Будет ситуация продвижения. Если у вас свой собственный бизнес, то это легализовать какое-то дело, выйти из тени, либо успешно пройти проверку. Да, может быть, здесь посредством небольших трат, то есть откупиться, но тем не менее будет успешно. И что у нас здесь в негативе. В негативе не разбивайте сами себе сердце, не стройте в голове иллюзии. Мать воздуха, это, собственно, ваша карта, потому что вы в воздушной стихии, говорит о том, что вы, знаете, думы мои, думы мои, горы мои низ вами, потому что вы сами себя накручиваете, вы лишний раз загоняете себя в тупик своими мыслями, мыслеформами, в целом положении вещей. То есть либо прописывайте на бумаге то, что вас беспокоит и находите из этого конкретный выход, прописывайте план действий. То есть не рвите себе сердце, сами себя гоняйте в какие-то тупиковые ситуации. Причем для многих здесь может проходить ситуация разочарования в любом ном треугольнике и отсечения данной связи. Либо кто-то может узнать о том, что партнер либо партнерша не свободен, это вам ранит сердце. Либо если это касалось работы, то, что знаете, приходится принимать какие-то знаковые решения, например, увольняться с одной работы и переходить на другую. То есть как неизбежные перемены. Ну относительно совета у вас здесь падает карта, которая указывает на то, что, скажем так, везет тому, кто сам везет. Делайте. И дело ваше будет процветать. То есть прикладывайте активные усилия, перенимайте новый опыт, вкладывайтесь в какие-то начинания. Не бойтесь, даже если вы упали, подниматься, начинать все заново. Ну и давайте смотреть, что у вас здесь падает на неожиданность данного периода. башня, кольцо, плетки. Так, либо конфликты на работе, выяснение взаимоотношений, либо выяснение взаимоотношений внутри семьи, на некого да ребенок. У кого-то могут стать вопросы опекунства, либо конфликты из-за детей, либо в детских секциях конфликтные ситуации, или же у кого-то, знаете, может здесь, кстати, проиграться ситуация служебного романа по страстям. Знаете, когда думали головой, а больше шли на эмоциях. Ну, а к чему это придет, это уже другой вопрос. Но вот так-то. Напишите, пожалуйста, потом, как у вас отыгралась ситуация. Мы с вами переходим к рыбам, посмотрим, как для них отыграется данный момент. Итак, позитив недели, негатив недели и советов карт. Что у нас здесь у рыболик? А у рыболик жизнь кипит, бурлит и радуется, потому что карта, которая здесь указывает, они говорят о финансовом благополучии, о благосостоянии, о укреплении семейного быта и, в принципе, знаете, как удачно будут решаться вопросы недвижимости, вопросы купли-продажи, вопросы ремонтов, завершения, да, каких-то моментов, завершения сделок заключительных, вложения в недвижимость, в принципе, укрепление семейных связей, как виднее с до, съезжаться, либо строить что-то на благополучие, на рост. Ну, тут все прекрасно. Если в плане личной жизни вы на текущий момент свободны, после застойного периода одиночества, хотя для вас в чем-то был комфортным, и внутренних колебаний, это обрести партнера для стабильных отношений с перспективой семьи. Единственное, что если у вас нестабильные любовные связи, любовные треугольники, четырехугольники, вам здесь будет все устраивать, потому что вот эта ситуация колебания, ну, вам эта ситуация пока на руку, либо у вас складываться эмоционально, либо финансово, вы чувствуете себя стабильно, вас все устраивает, вам все нравится. Если у вас стабильные семейные связи, то это укрепление ваших взаимоотношений, это работа над этой связью, это создание прочного фундамента финансового для дальнейшей жизни, то здесь все в плюс. Если рассматривать данную триаду с позиции работы, и вы пенсионер, это дополнительный источник доходов, либо вернули долг, либо помогли дети, либо вы сами заработали, тут прекрасно. Если в статусе соискателя, это подача либо протекция, трудоустроиться, причем могу сказать очень хорошо. Если вы наемный работник, то Арканды вам указывают о том, что придется попотеть, поработать за себя и за того Васю, но это будет оправдано в плане денег. Если у вас вы собственный бизнес, это желание расширяться, открывать новые филиалы, либо же здесь оказывать новые виды услуг, либо новый товар. Тут ситуация для вас с очень таким жирным знаком плюс. Что здесь еще? Ну, а по здоровью здесь могут быть только вопросы по надпочечникам и вопросы спины, опорно-двигательного аппарата, то есть какие-то боли либо защемления, но незначительно, то есть вы сможете это исправить. В негативе. В негативе у нас серьезные траты на поездку, либо потери из-за поездки. Знаете, как поездка отменилась, а вы вложились, либо вы выжидаете, откроют границы, не откроют, либо будет виза, не будет. Тут переживания связаны с вопросами поездки, эмиграции, переездов, либо опять же, знаете, как к вопросам купли-продажи автомобиля, то есть пойдет, не пойдет. Но если в плане продаж, то это как бы слить в ноль, по деньгам будет неоправдана продажа. если, например, в плане покупки, купить-то вы купили, но, например, будут задержки в плане доставки. Если в плане поездки, то это как может быть еще заплатить больше, нежели бы планировали, либо сроки поездки могут переноситься. Вот об этом вам говорят здесь карты. Ну и в плане совета, карта, которая говорит о борьбе. Боритесь, достигните необходимых результатов. То есть это карта, которая в первую очередь указывает на вашу мощь, внутренний потенциал. Вы горы свернете для достижения результата. Самое главное не опускать руки и верить в себя. Тогда все получится. И давайте посмотрим в плане неожиданности. Ух ты! Птица, сердце, гроб и солнце. Вопросы перерождения. Перерождение в первую очередь в личной жизни. Это как хватит закрываться, открывайтесь, проговаривайте проблемы, не держите их себе, откройте свое сердце, укрепляйте взаимоотношения, потому что гроб, солнце, перерождение. Перерождение в чем? Видите, по личной жизни, либо в целом по контактам с людьми. Вот то, что вам необходимо здесь делать. И тогда будет вам счастье. По другим темам здесь и речь не идет. Это в принципе межличностные отношения в кругу семьи, друзей, либо коллегами. Неделя для вас будет продуктивной, поэтому самое главное не опускать руки и бороться за свое. Вот такая выходит неделя для всех знаков зодиака. У меня к вам будет большая просьба написать мне, как у вас отыгралась неделя или нет. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Я же вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!